О тенденциях и прогнозах на рынке недвижимости, о том, изменятся ли цены на квадратные метры в новом году, мы поговорим с президентом Ассоциации брокеров недвижимости Казахстана Галымом Искаковым. Сейчас он с нами на прямой связи. Добрый вечер, Галым Айдарович. Скажите, какова, на ваш взгляд, динамика цен сделок купли-продажи в текущем году и не снизилась ли активность покупателей? Сделки с недвижимостью в 2018 году улучшились по сравнению с последние три года. Люди стали более активнее приобретать недвижимость, так как стало больше возможностей. Особенно хорошо работа шла застройщиками. Люди активно приобретают новое жилье, улучшают свои жилищные условия. Это запуском новых программ, люди, которые не могли себе позволить приобрести жилье, имея уже первоначальный взнос, начиная от 10%, теперь они могут его себе позволить купить. Так как раньше программы минимальный первоначальный взнос требовался от 30%, сейчас от 10%, то что позволяет. То есть круг потенциальных покупателей увеличился. Поэтому 2018 год был очень активным. Люди активно приобретали жилье не только в больших городах, но и в регионах. Может ли на рынок недвижимости повлиять новая ипотечная программа 7-20-25? Да, конечно, это ключевая программа, которая была предложена государством нашей страны, которая, конечно, повлияет на рост приобретения жилья. Люди могут приобрести жилье под 7%, 20% первоначальный взнос на 25 лет. В любом случае это очень выгодное предложение на данный момент на рынке ипотечного кредитования. Также есть другие программы. Застройщики, так как программа только была запущена, да, можно сказать, она молодая, и поэтому не так много объектов подходило по данной программе. Но за последние полгода, последние полгода 2018 года, как бы ситуация изменилась, застройщики больше стали предлагать, которые подходят по критериям данной программы. А также эти объекты, которые должны быть сданы в эксплуатацию и ранее, никем не приобретены, то есть напрямую от застройщика первые покупатели. В следующем году их будет намного больше вводиться в эксплуатацию, и люди могут, намного больше людей теперь сможет приобрести по этой программе жилье. Как могут измениться цены на недвижимость в будущем году, и что может на них повлиять? В следующем году, получается, в первом полугодии мы не думаем, что будет какой-то скачок цен, да. Мы думаем, повышение цены будет недвижимость во втором полугодии 2019 года, так как к тому времени будет очень много объектов сдаваться в эксплуатацию по всему Казахстану, и люди в связи с повышенным спросом по этой программе, так как с повышением спроса будет расти цена за квадратный метр. Но также еще связано это с инфляцией, девальвацией, которая происходит, и как бы рост произошел. В этом году недвижимость приросла на 4%. В следующем году, где-то во второй половине 2019 года, это может достичь до 10%. Спасибо. Напомню, с нами на связи был президент Ассоциации брокеров недвижимости Казахстана Галым Искаков.